Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео я хочу предложить вашему вниманию расклад на тему «Есть ли у вас магические способности?». Хочу сделать такое небольшое отступление. Это касаемо видео по нумерологии. Я записывала такое видео на определенные магические способности согласно вашей дате рождения. И сейчас хочу ответить на ряд вопросов, которые вы мне пишите в комментариях. Во-первых, когда вы мне пишите, что вот у меня есть магические способности, но вы там не хотите меня брать в обучение, у меня есть задатки, почему вы говорите, что нельзя. Я уже неоднократно вам говорила, что у всех, у кого в дате рождения при расчете присутствует старший аркан правосудия, он же называется справедливость, это 11-й аркан, дорога в магические вопросы, система вам закрыта. То есть даже, например, если у вас может быть маг, дьявол и правосудие, вы просто как переносчик этих даров своему будущему поколению. Когда мне говорят, ну вот у меня нет детей, ну что ж, но тем не менее у вас нет этих задатков, которые вы могли бы развивать. То есть для вас по старшему аркану правосудия это будет во вред. Каким образом? Либо вы можете стать очень мнительным человеком, а именно будете зависеть от магических систем, то бишь от Таро, Рун, Оракулов, и тем самым можете испортить себе жизнь. Либо если вы вовлечетесь в магию, неважно какую, церемониальную, ритуальную, черную и так далее, вы тоже можете нанести какой-то себе непоправимый вред. То есть вам дорога закрыта. Для тех же, когда мне пишут в комментариях, особенно мужчины, что за бред, у меня там два дьявола и там император, какой из меня практик, я никогда, меня даже к этому не тянуло, не всегда, если у вас есть задатки, то у вас они будут реализованы. Два дьявола, кстати, очень часто указывают на то, что человек будет успешным предпринимателем либо бизнесменом. Поэтому, когда вы мне пишете, так что я теперь ведьма, ха-ха-ха, нет, поймите, мне все арканы нужно смотреть в совокупности. Считать каждому из вас, как вы мне просто пишете, дату рождения, некоторые хорошо хоть спасибо пишут, а некоторые просто дата рождения считай. Ну я вам для того и выполняю расчеты, для того, чтобы вы просчитали самостоятельно. Я вам делаю по совокупности арканов вашу картину, к чему у вас есть задатки. Опять же, когда вы мне говорите, что в одном примере вы считаете так, в другом вы считаете неправильно, значит, пересмотрите, пожалуйста, это видео еще раз. Мне кажется, я там очень подробно, детально все объяснила и рассказала. И с примером расчета кода судьбы, и по всем вашим задаткам. Если у вас есть сомнения по этому поводу, это не моя методика, не я ее разрабатывала, вы можете для себя погуглить труды Алицы Кшиновской, известного торолога, нумеролога, и согласно ее методике ковш судьбы, выполнить для себя этот расчет. То есть я не делаю из этого тайны, это не я придумала, это не мои расчеты, не мои труды, я опираюсь на труды Алицы Кшановской. Теперь, в данном видео все равно вы меня просили выполнить расклад на наличие магических способностей. Вот я взяла в работу колоду. Сегодня будем с вами работать с второго книгой теней. Первый том называется «Как и вверху», она из этого двутомника «Книги теней». Тут две колоды, как вверху, так и внизу. Всего я выложу 8 вариантов. Ваша задача, как всегда, настроиться, расслабиться и перепроверить, есть ли у вас интуиция и действительно, есть ли у вас какие-либо задатки. Итак, начнем. Проговаривайте, пожалуйста, ваше имя, дату рождения и задавайте непосредственно картам вопрос, то бишь посыл. Есть ли у вас какие-то магические задатки, либо магические способности. Всего я выложу 8 карт сигнификаторов. Если будут вопросы, безусловно, мы будем тянуть дополнительные арканы. Итак, есть ли магические задатки у тех, кто выбрал первый, второй, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, настраивайтесь, я думаю, вам хватит нескольких секунд, дабы сосредоточиться и выбрать вашу карту. Ну и давайте же смотреть, о чем нам говорят арканы. Для тех, кто выбрал первый вариант. Здесь у нас с вами падает четверка воды. Четверка воды, это называется карта целительства. То есть непосредственно тем, кто выбрал данный аркан, у вас может быть сила биоэнергетика, сила целителя. Вы можете лечить руками, вы можете лечить, ну то есть не только наложение рук, это массаж. То есть вы можете очищать ауру человека, снимать какие-то внутренние блоки. То есть у вас задатки идут именно к этому. Вы целитель биоэнергет. Если вы за собой до сих пор этого не замечали, ну попробуйте в себе развить это качество, если все-таки интуиция вас не подвела. Открыть в себе это вы можете через рейки, через тета-хилинг, через медитативные практики, также через йогу и лицепу. Для тех, кто выбрал второй вариант. Есть ли у вас задатки? Смотрите, по пятерке земли, к сожалению, нет. Пятерка земли здесь больше указывает на вашу, во-первых, эмоциональную природу. И то, что вы очень человек мнительный, часто можете себя накручивать и делать, знаете, как горе в стакане. Потому что водопад, который здесь, да, падает на камне, вода камень точит. Так и вы своими эмоциями, переживаниями, либо какими-то внутренними накручиваниями можете менять свою жизнь на не совсем лучшую сторону. С позиции магии я не вижу здесь никаких, скажем так, задатков. Почему? Пятерка воды. Ну, для магии нужно либо магических, да, каких-то вот мантических систем, иметь холодный рассудок. А вам здесь эмоции мешают. Ваши эмоции перебивают ваш ментальный план. Поэтому, к сожалению, здесь нет. Для тех, кто выбрал третий вариант. По третьему варианту, здесь у нас падает девятка воздуха. Это карта рунологов. Поэтому, если вы в себе еще не открывали данный аспект, ровны – это ваше все. Рунические ставы, работа с рунами непосредственно, да, ситуация пророчества, раскрытие будущего, прошлого, настоящего. Пробуйте через себя, через руны. Энергия рун вам поможет, даст вам полную реализацию. Но, будьте внимательны, покажу вам поближе. Вот дерево и вот петля. Если у вас, вы не приучите себя держать свой разум холодным, вы можете попасть в эту петлю. Опять же, это напоминание о том, что будьте осторожны с рунической магией, дабы не попасть здесь в просад и не навредить самому себе. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Ну, по четвертому варианту у нас здесь падает тройка земли. Это магия растений, магия трав. То есть, вы здесь можете заниматься непосредственно, знаете, как захарит. Собирают растения, собирают травы. Эти травы вы потом можете использовать для себя в качестве гомеопатии, лечения, улучшения самочувствия. Либо делать какие-то заговоры на травах. Эти травы потом использовать в качестве каких-то очищающих моментов, целебных свойств. Так, для тех, кто у нас выбрал пятый вариант. По пятому варианту у нас здесь падает двойка воздуха. Двойка воздуха – это биолокация, это работа с маятником. Это состояние гипноза, это попытки выхода в астрал, это нейролингвистическое программирование. Но опять же, что касаемо биолокации, маятник, да, ответ на «да» нет. То есть, те, кому это интересно, пожалуйста, погрузитесь в этот аспект, продумайте его. Здесь у вас к этому есть и задатки. То есть, у вас хорошо работает и логика, и интуиция. То есть, вы можете связать воедино два этих фактора и получать ответы на свои вопросы. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Ну, по шестому варианту у нас здесь падает паш огня, либо называется элементаль огня саламандра. Это свечная магия, это ритуальная магия, церковная, церемониальная, либо даже чертная магия здесь может проходить, потому что здесь все, что сознат с обрядами, ритуалами, это свечная магия, что касается нанесения каких-то иронических ставов, либо заговоров на свечи, да, ну, то есть, именно церемониалка. Дальше, для тех, кто выбрал седьмой вариант. По седьмому варианту у нас падает здесь двойка земли. Карта необычна тем, что вы можете проникать на границу миров, либо вы можете быть двуручником. То есть, знаете, как говорится, служить двум богам. То есть, заниматься как черной магией, да, так в то же время, как бы говорится, и читать молитвы. Ну, то есть, вы можете предаваться и одному, и второму эгрегору. Потому что здесь, видите, нарисована двойка земли, это называется карта пляж. Когда вот вода заливает пляж, то есть, переход из одного состояния в другое. То есть, здесь у вас очень сильные задатки, сильные навыки. Ну, давайте все-таки эту карту уточню. Что же у вас здесь? Здесь также могут быть выходы в астрал, здесь может быть связь с другими мирами. То есть, вы можете слышать голоса ангелов-хранителей, да, тех, кто вас оберегает. Но вообще, по двойке земли, это работа с двумя эгрегорами. Так, здесь у нас вот падает шестерка земли. Ну, по шестерке земли, это еще, знаете, как связь здесь с листными духами. Леш, есть очень тесная связь с природой и веканство. Вот еще проходит здесь по шестерке земли. Поэтому, кто выбрал тут этот вариант, тоже обратите внимание на этот аспект. Так, и для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант. Ну, по восьмому варианту здесь у нас падает лита. Либо это называется солнце, ситуация плодородия. Сам по себе аркан не указывает на какие-либо наличие, как это сказать, магических у вас способностей. Но лита это символ плодородия. То есть, здесь вы можете каким-то образом реконструировать свое здоровье, улучшать и здоровье своих близких. При помощи каких методик, сейчас давайте дотянем. То есть, здесь могут быть и рейки. Либо же может здесь быть какая-то церемониальная магия. Давайте смотреть, что же здесь конкретно. Ну, вот видите, у вас здесь падает пустая карта. Информация закрыта, на ней изображена жрица. Вообще-то это называется пустая карта. Видите, она рекламная. Но жрица, которая изображена на ней, вот у вас интуиция, ваш ментал. Связь с высшими мирами. А жрица, ну, вы ведьма, либо ведьмак. То есть, человек, у которого хорошо развита интуиция. Человек, который занимается церемониальной магией, ритуальной магией. То есть, у вас здесь абсолютно широкий спектр. Ну, начиная от мантических систем до практической магии. То есть, тут уже каждого нужно смотреть детально и индивидуально. Что конкретно у вас здесь разное. Но задатки у вас здесь однозначно есть. Вот таким у нас с вами вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях. Проигрывается он в вашем случае или не проигрывается. Мне будет очень интересно знать и видеть, как на самом деле проигрываются мои расклады. Я всегда вас благодарю за вашу связь. Не важно, что вы мне пишете позитивные или негативные комментарии. Для меня все равно это ценно для роста моего профессионализма. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.